всем привет друзья 10 часов суббота сегодня дольше мы спали восемь встали только так минус 21 сейчас показывает утром было минус 24 у нас вот ну мы в общем что мы пельмени стряпаем маленько успеваем шаг вчера фарш раз это разморозили что-то решили постряпать хоть досочку от матвея уже варим вот алёша пошел часто пить будет курятник что сейчас глянем чем занимается откуда куда пошли то они еще один в теннис не знает чем заняться а почему ты в одни штанишках надо было по дни садить воде на пять минут хоть что-то придет туда покидает мячик все размялся за индивели деревья уже дымит не уж нет а у сарайка то у курей курятник на сказать все окна тысячу замерзли холодно у них нас посмотрим чем занимается оставил себе на зиму занятие конечно надо было успевать по осени ну не знаю вот эти все дрова надо распиливать а почему ты себе на зиму такое занятие оставил у холодно жалью что-то тебе просто делать нечего ты как фадей да тут тоже летом в теннис не играл зато сейчас бегает в теннис играет от того что делать нечего зимой да и ты также на зиму оставил себе удовольствие все курта сильно холодно не я не хочу их остужать открою дверь да ладно давно топишь ты видите такая приспособа тут пружинка вот эта палочка ногой прижимать чтобы это шланг так вот хоп дед придумал и доски вот эти шлангом держится какая придумка ты для этой печки ты режешь да для конюшни надо так чтобы еще был а чё ты так она хоть тебя маленько подтягивает хоть ты и ногой не нажимаешь да ладно пойдет и так так видишь что будет ну да потому что не в той стороне пилишь по сути то оно должно ты здесь вот зажал как бы и ногой держишь и с этой стороны пилишь а ты с той стал пилить вот поэтому тебе не удобно ну ты с той стороны не на как не а как ты пилить ты будешь так жди то я имею ввиду что дед подразумевал что здесь наступишь с этого про пили жди меня я сейчас промерзл опять жди меня ей вернусь я вообще так без подштанников холодно как бы чё это мигела так это это что оставляйте ее а зачем не надо оставить ноги ходишь ломаешь давай короче я замерзл на холодно а мне там чё делать то так замерзла у меня гоняет туда-сюда дива тоже замерзли и ваш бедная собака бедненький заморзл да не Так, что же зима такая наступила. Ну и зима. Ну ничего, они несутся все равно. Хоть и холодно. Яиц хватает, слава богу. Кто-то меня из вас спрашивает. Как несутся, вот они. Все равно несутся, хоть и холодно. Так, ну а у вас что тут? Так, у вас что, как дела? Ну этих мы сетку никак не можем сделать. А им бы надо менять сетку. Но сейчас вот опять же холодно, но как вот. Неудобно их же выселять, наверное, надо будет, чтобы сменить. Видите, вот попало ходит трое. Никуда их не переселяем, потому что они дерутся. Петушок же тут, адлерский этот. Так, вот так вот, да? Хвосты линялись, что ли? Смотрю, хвосты какие-то. У некоторых вообще нет хвоста. Выпал весь хвост, видимо. Они линяли. Как зиме-то. Ну как. Видишь, что тут надо? Так вижу, но, наверное, не так надо было. Или так? Что явилось? Так сразу ты много отлил. Ага, ты сразу много хочешь. Держать не надо. Ну, потом перевесить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поняла. Ты со всех сторон пилишь. Я-то думала, а ты их перемещаешь, а ты их со всех сторон. Ладно, ладно, Фадия, выгоняй, давай, пусть он идёт домой. Холодно, что им морозится? Придумал в теннис играть зимой. Так, я вернулась у Матвея уже. Пельмени готовы со сметаной сегодня? Вкусно, давай, ешь всё. Ладно, я сажусь опять стряпать. Это слива, что ли, я не поймала, да? Ты что там? А, не знаю. Видишь, как? А, только кто-то не видишь. Ну, давай, делай. Ну, я же разбавлять надо нормально. Так, поехали мы в магазин с комбикормами. Ну, холодно, я бы вообще никуда не ездила. Нет, ведь заставляет. Ну, надо ехать в Атман ещё и тут покупать. Матвей своё задание, это по геометрии сейчас чертит. И, в общем, уже два листа испортили. Ну, я там вмешалась, но ничего исправить не смогла. Всё равно затирается некрасиво уже, надо, чтобы идеально было. А, если перепели? Ну, так оно и так с двух сторон. Вот, в общем, мало я листов купила, надо было больше брать, поэтому снова надо. По-другому будет? Ой, ну нарежь. Ещё и воры криво нарежь. Там надо большие эти фигуры объёмные рисовать, а они в большом формате, прям видно всю эту кривизну, и чуть не туда угол, и всё криво получается. Ещё и с Атман криво нарежь, что вообще будет безобразие. Этого я уж лучше куплю ещё несколько листочков. Ой, ну ладно, в общем, такое всё. День, борщ сейчас сварили ещё. Весь день на кухне провозились, вот до обеда. Да, борщ с фрикадельками получился, чтобы мясо не варить, фрикадельки запустила я. Так ты же варила пельмени. У тебя пельмени. Всем пельмени. Ты же вдоль всех там дровар свои эти пилил. Да, я снег убил. Не попал под общую массу пельменей. Убирал ещё. Ещё и снег убил, дров, ну и снег убирал, да. В итоге ты поздно пришёл, уже все давно съели пельмени, а ты опоздал. Поэтому тебе потом варили, а они уже борщ съели сейчас. Уже по третьему разу. Такие дела. Ну, в общем, вот так вот. Холодно, морозно. Только под одеялок сидеть. Ой, не люблю я так мёрзнуть. Так, вот. Что там, комбикарма надо ещё? Да, в магазин заедем. Да. Дед ещё просит в этот полиграф, типа граф, как называется. Распечатать картинки, заехать. Я не знаю, работает он, нет. А есть ли ты как-то флешки или как-то? Ну, есть, ну да, я перекидываю им на почту. О, трактор, видно. И чё? Ты так трактор вперёд, а что-то во дворах там заехал. Всего так. А, ещё головки не забыть собакам. Ладно, поехали. Пять часов уже доходит. Ездим, ездим по нашему городу. Из магазина в магазин. То одно забудем, то другое. Ой, были в этом место Мегамарта. У нас сейчас вот тут магнит открыли семейный. Ну, народу много, конечно. Скидок, в принципе, много. Так-то продукты взяли. Забыли головки посмотреть. А мы же в магните головки берём. Поехали в тот магнит. Заехали в тот магнит, головок нет. Пошла я в Кировский. Головки, думаю, ладно, уж так и быть. Плохо едят, ну, ладно, как-нибудь. Пусть поедят, думаю, головки. Ну, и чё? Пришла туда, там только ножки в Кировском. Ну, взяла на всякий случай, если вот сейчас опять не купим, потому что едем мы обратно теперь уже. Снова в центр. То есть сейчас в хостер-администрацию станут? Да. Какую дали мне бежать ещё с этими головками, да? В общем, дурдом. Ну, мы ещё были в этом графе-типографии. Отпечатали деду картинки рисовать, он просил. Тоже долго я прождала, пока она распечатал. Когда-нибудь какую-то программу сначала открывала. Ну, так уже поздно, уже можно и кормить. Вечером накормим. Сегодня голодок. Разгрузочный день у неё сегодня. Ой. В общем, какой-то сегодня странный день. Какая-то всё суета и суета. Я уже прям устала. Столько места бегала. Такие вот дела. Ну, вроде машина прогрелась-то, хоть не холодно стало. А то и чехол. Сейчас схожу в этот магнит. Если там головок нет, то я вообще не знаю, чем кормить собаку буду. Иди в садик. Так. Ну что, друзья. Время уже сколько, Алюш, скажи мне? Двадцать пять. Уже девятый час пошёл? Ёшкинку. В общем, не знаю. Ещё ничего не успевает. А сегодня стрим ещё у нас с вами. Поэтому сейчас ещё к корове схожу. Потом приведу себя в порядок и приду на стрим. Сегодня не получается. Спать сидим с Матвеем. Разбираемся с геометрией. Большая контрольная у них как бы итоговая, что ли. Зачётная за этот семестр работа. Восемь чертежей на формат А3 надо сделать. Восемь листов таких. В общем, разбираемся. Там надо сечение делать. В общем, сижу с ним, помогаю. Вот. Так что вот так. Эта Микела там капусту достала. Зачем-то ела. В общем, вот такие вот дела. Ну ладно. Всё. Давайте до стрима. Как всегда. В 20 по Москве. Что-то сегодня находилось. У меня ещё нос заложило. Где вам по холоду-то находилось. Вот. Такие вот дела. Так что надеюсь, я тоже буду стрима. И, в общем, с вами маленько посидим. Вот такие дела. Ну ладно, всё. Давайте, в общем, ну не шумите. Не шумите. А, ладно. С шоколадками все балуются сидят. Всё. Пока-пока.